Сегодня в выпуске. Запустили изоляцию 2.0. Приглашаем на чудеса на виражах. Думаем, как поставить магнум на РС. Всем привет! Стартовала изоляция 2.0. Наш новый ивент, как всегда, требует активации, так что не забудьте зайти в меню миссии и взять задание. Доступны они только в HTML5 и Android-версиях игры. В прошлом выпуске мы уже говорили об изоляции 2.0, но сейчас решили чуть больше рассказать о наградах. Тут вам и скин, контейнеры, мины, батарейки и припасы. И наша особая краска. Гречка. Очень редкая крупа, но продается в магазине. Стратегический запас находится в России. В достаточном количестве поможет пережить карантин, рекомендуется к употреблению с молоком. Вы могли заметить еще две краски. В одной из них в вирусе в рамках задания щеголяли наши помощники, а вторую, санитайзер, получали в награду. Задание было ограничено по временем, так что если вы пропустили, почаще заглядывайте в раздел новостей на нашем сайте и не пропускайте видеоблог. Если обе упомянутые краски вы уже заполучили, то напомним, что вы еще можете до конца выходных побороться за особые пасхальные краски. Правда, для их получения вам необходимо будет донести 25 мячей в режиме регби в матчмейкинге для одной и собрать 30 ящиков с ядерным зарядом для второй. Но, как показала практика, вы у нас, ребята, упорные. Стартовал конкурс «Чудеса на виражах». Вы уже можете быть знакомы с другим нашим конкурсом видеонедели, но в отличие от него здесь у нас не будет определенной темы. Вам нужно будет снять короткое интересное видео и прислать его, совершенно не важно, что вы делаете. Ловите голды или пытаетесь убить всю команду соперников с помощью Изиды. Все, что угодно. Главное, чтобы было интересно. Успевайте принять участие в конкурсе до 1 мая, ведь если все эти горы кристаллов и контейнеров в призах заберете не вы, их заберет кто-то еще. Результаты будут опубликованы в теме конкурса на форуме. Ссылку, как всегда, ищите в описании. Вчера стартовал второй апрельский челлендж. Участвуйте, набивайте звезды и получайте призы. В серебряной цепочке главным призом будет 100 контейнеров, а вот в золотой – новый скин-контейнер, который содержит в себе скины из Prime, XT и Legacy линеек и новые краски. Разумеется, призы из золотой цепочки доступны только обладателям боевых пропусков. В прошлый раз мы рассказывали про особенности корпуса АРЭС, и тут же у вас возник вопрос – а как он будет работать с Магнумом? Как-как? Никак. Это первый вариант – не давать использовать Магнум на АРЭСе. Совсем. Второй вариант – сильно сложнее. Тут управлять Магнумом можно будет только мышкой. А это подходит не для всех. И третий вариант – мы меняем местами устройство, поворачивающее пушку, и стандартный Магнум. Местами. Для всех. И вот уже для устройства вводим ограничения. Пока еще мы не решили, на каком из вариантов остановиться. Поэтому расскажите, какой интересен вам. Хорошая новость для всех, кто играет на европейских серверах. К вам идет пополнение из Северной и Латинской Америки. А что это значит для вас? Больше игроков, выше онлайн, новые лица и тактики. Больше интересных противостояний и больше поводов заходить в игру почаще. А для игроков из Америки плюсов, кроме повышения онлайна, еще больше. Их версия игры отставала от европейской. Например, там не было мобильной версии игры. В их версии оставались баги, про которые игроки в Европе уже успели позабыть. Зато теперь счастье для всех и повод завести новых друзей. Буквально на днях у нас был баг, из-за которого игрокам не засчитывался прогресс за задание. И баг этот был во флеш-версии игры. Как мы уже не раз говорили, мы постепенно переводим игру на HTML5-версию. Так как сама технология флеша покинет интернет до конца этого года. Даже самый популярный интернет-браузер Chrome объявил, что флеш в нем будет отключен в октябре. Сама компания-разработчик флеша еще три года назад объявила о том, что закроет технологию в 2020 году. Отсюда и ситуация, когда баги появляются все чаще и чаще. Поэтому мы в очередной раз просим вас, переходите в новую версию игры. Если на YouTube не отключить автовоспроизведение видео, то можно оторваться только через двое суток. Поэтому смотрите только проверенные ролики. Космический ЗЛП от Джерри. Сон рассказывает, как провести тонкий тюнинг вашего ПК для комфортной игры. Сейчас я вам покажу, как можно это по максимуму сделать. Это делается только в официальном клиенте. Ссылку на скачивание этого клиента я оставлю в описании. Многие не знают, где его скачать. Знаете, кто еще не против плавить контейнеры? Биг Танкс. Ой, какая красивая ракета. Какая красивая, может контейнер? Ну, обычный, обычный голдик. Но поскринимся, пофоткаемся. Вот, отправлю маме, скажу, вот, я вот загалда. У Вайдера паркурная дуэль. Здесь имеет прям тотальное лютое преимущество, потому что здесь он, по факту, по сути, может взлететь абсолютно с любой точки этой карты. Состоялся гранд-финал турнира Masters of the Sword. Встречаем победителя. Пингвинс. Как мы говорили ранее, Пингвинс — это единственный клан среди топ-4, который уже выигрывал МОДС. И в этот раз они доказали, что являются самыми сильными на рельсе. В гранд-финале они оказались сильнее Этернити. Это был потрясающий матч с интригой до последних секунд каждого раунда. В начале боя Этернити смогли выйти вперед, забрав карту Tribute, причем сыграв за слабую сторону в ничью. Далее шел Red Alert, где сильнее оказались Пингвинс, выиграв раунд за синюю сторону и сыграв в ничью за красную. Борда стала третьей картой этого гранд-финала и, возможно, решающей в этом поединке. Пингвинс смогли выиграть оба раунда, обеспечив себе преимущество в два раунда. Но на следующей карте мосты ММ Этернити собрались, выиграли за сильную сторону и сыграли в ничью за слабую. Так счет после четырех карт стал 3-2 в пользу Пингвинс. А впереди последняя карта Кунгур – традиционная ахиллесова пита Пингвинс. При этом она одна из самых сильных карт Этернити. В первом раунде Пингвинс чаще оборонялись, заходя в атаку максимум в два корпуса и, как итог, ничья. Но уже в следующем раунде после нереального давления от вечного коллектива произошла доставка флага. Этернити выиграли второй раунд на Кунгури и сравняли счет во всем турнире. Впереди решающий раунд – пенальти, в котором игроки Фир и Чемп приносят клану Пингвинс победу. Стоит отметить, что четыре игрока состава Пингвинс, которые выиграли мод два года назад, играли и в этом сезоне. Это бессменный капитан Final Stage, основной атакующий хантер команды Герек, атакер на Васпе Ассортив и Видоумейкер, которому, по нашему мнению, больше подходил прошлый ник – Точный Стрелок. Возможно, именно многолетняя сыгранность и стала основой их успеха в этом году. Поздравляем Пингвинс, которые выигрывают четвертый крупный турнир подряд. Посмотрите под роликом, если у вас... Я спою песенку про свет, который на меня светит. Свет далеких планет. Гречка с молоком. Все, увидимся через неделю. Вот и все на этой неделе. Говорят, оформить подписку на канал могут только люди с IQ выше 30. Посмотрите под роликом. Если у вас оформлена подписка и нажат колокольчик – все ок. А вот если нет... Задумайтесь. Ка! В прошлый раз вы должны были ответить, какой танк уничтожит вулкан с устройством «Провезиненные снаряды». И правильный ответ – Б. Поздравляем победителей! А вот и новый вопрос. Продолжение следует...